добрый вечер мальчики и девочки с вами бессменная ведущая хочется дальше продолжить каким-нибудь глупым каламбуром вроде в сменной обуви венера в мехах героиня вашего времени и наверное главный амбассадор вот этого интеллектуального бурлеска которым мы с вами занимаемся каждую среду в 22.00 чем я занимаюсь свободное от такого томного прочтения шопенгауэра время обычно я принимаю гостей слушаю интересных людей которые рассказывают нам о современности о всех ее интересных таких подвыпадвертах о всех дискуссиях внутри каких-то новых феноменах и о том о чем мы не можем поговорить где-нибудь на работе у нас такая отдушина форточка которую вы открываете в душной комнате сейчас уже 22.00 значит все наши юристы выдыхают наконец-то мы можем говорить обо всем о сокровенном о гениталиях без всяких эфемизмов и вообще вести разнообразные взрослые разговоры наши дорогие слушатели и сегодня на повестке дня у нас очень дискуссионная интересная тема где абсолютно полярные мнения где до сих пор люди ломают копия по этому критерию даже пытаются определять своих и чужих то есть ты за или ты же против и даже как мне говорили мальчики в дейтинге отличают подходит им милая леди или не подходит ну и то же самое делают те самые милые леди мы сегодня поговорим с вами об астрологии и я торжественно клянусь что я замышляю шалость и только шалость все почему у нас такая тема-то в эфире потому что астрология сейчас переживает такой звездный ренессанс это уже не впервые в истории но я думаю что этот ренессанс не станет последним и если мы посмотрим когда был предыдущий всплеск интереса к астрологическому знанию то примерно надо будет на хронотопе отмотать до 60-х 70-х годов где вот как раз бурный живой интерес к new age породил интерес к астрологическому знанию сейчас мы говорим о том что у нас да такое новое время время когда нам хочется обрести уверенность себе может быть как-то разогнать тучи руками посмотреть на наше счастливое и светлое будущее так что астрология сейчас переживает новый такой цифровой мемный капиталистический ренессанс я не поленилась проверила как относятся по всему миру к астрологии и вот по данным опросов самых свежих примерно каждый седьмой россиянин говорит что он доверяет гороскопом а в сша в астрологию верят почти каждый третий поэтому вот мы сейчас те шесть которые не верят этот один амбассадор этого звездного знания присоединяемся к нашему большому разговору о чем я сегодня хочу поговорить я хочу во-первых разобраться как работает изнутри вот эта внутренняя огромная символическая система почему она работает универсально и для разных поколений и для разных культур почему нас это объединяет и мы можем шутить какие-то общие шуточки ну и кроме того мне опять же интересно почему интернет стал той средой которая развивает популяризирует астрологическое знание и как относиться к прогнозам и гороскопам которые мы встречаем на просторе всемирной сети поэтому готовьте свои пальчики и пишите нам в телеграм и ватсап по номеру мне нужна помощь поддержка из зала плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 пишите как вы относитесь к астрологии верите ли вы в прогнозы ну и конечно кто вы по знаку зодиака и можете даже добавить какой знак зодиака самый мерзкий противный это будет мое личное сегодня такое интеллектуальное исследование кроме этого мы с вами переместимся скоро в плоскость интереснейших вопросов первый вопрос об устройстве астрологического знания как она сочетается с научной картиной мира бьется она не бьется или как-то стоит чуть-чуть вот на обочине этого знания в чем секрет популярности ну и конечно какие экзистенциальные потребности она закрывает и отдельная вишенка на этом тортике это моя рубрика по понятиям там мы с нашей прекрасной гости попытаемся разобраться что означают ключевые астрологические понятия которые мы постоянно слышим не переключайтесь и пишите нам в наши социальные сети я буду ждать отлично все теперь у слушателей там звучит мистика и москва а у нас здесь некое такое превью к знакомству маленькая интермедиа прелюдия как вам оль нравится я сейчас официально представлю чтобы все оценили что за алмаз и самородок у меня в эфире но я должна мне кажется сама признаться что я читаю ваш блог в одной запрещенной социальной сети и знаете прикладываю его вот каким-то своим экзистенциальным ранам то есть вот как на подвязочка иногда в тяжелые дни знаете если твоя веточка жизненного жизненной веры в будущее куда-то там уклонилась ну или когда например просто ты чувствуешь что хочется вот чего-то для души поэтому я вообще предвкушение чтобы вы нам рассказали ты нам рассказала точнее как ты к этому пришла и как тебя вообще занесло именно вот в такой литературно-астрологический жанр больно давай для начала как настроение у это суши супер абсолютно погоди не слышу тебя чуть-чуть или слышу да 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 вот так отлично да нас не супер я должна признаться видимо тебе тоже любви потому что еще за четыре минуты абсолютно влюбилась в то как ты разговариваешь боже этот русский язык упал это оборот спасибо большое это вот это философское образование знаешь тяжелое гуманитарное фундаментальное бесполезное но такое выделостовое да просто вот каждый раз можно козырять им если ты в плацкарте где-то или на кутежной вечерин очки я всегда была звездой вот таких вот жанров так изящно вернуть слова хронотоп который два с половиной человека знают в мире мне кажется мои прекрасные слушатели мы вернулись напоминаю что у нас в эфире программа венера в мехах программа где мы спорим ругаемся иногда вместе плачем немножечко обнимая друга за плечо о современном мире и о том что с ним происходит и вот сегодня у нас на повестке дня астрология астрологическое знание попытаемся разобраться как оно выглядит внутри какие травмы проблемы или какие наши чаяния она отражает куда это все идет стоит ли нам верить гороскопы или не стоит стоит ли на это тратиться или можно просто на эту тему как-то легко так шутить но я наконец-то могу представить свою прекрасную гостью если вы сейчас слушаете нас в таком олд-фэшн формате где-то в приемнике то у вас к сожалению нет роскоши в 5d режиме наблюдать ее а вот те кто смотрит нас на ютюбе уже видят на экране прекрасную ольгу осипову писателя автора блога ретроградный меркурий которая в одной из упрещенной социальной сети просто очаг мудрости такого поэтического литературного крутого полимцеста который вот в самое сердечко для всех тех кто приуныл но никак не сдается оль еще раз привет привет очень рада тебя слышать взаимно просто потрясающе себе забрать шагу профиля все что ты сейчас обо мне сказала это я выдам обязательно работа философа в современности отписать статуса для социальных сетей и вот такое само позиционирование оль расскажи нам пожалуйста о том чем ты занимаешься и как твое литературное творчество переплелось с астрологией то есть как ты к этому пришла как ты видишь себя вот в этом поле профессиональных эксперт на стену или даже я бы сказал жизненной укорененности отлично просто более сейчас когда я себя пересобираю как личность и пытаюсь признаваться в том что я писатель наконец-то не стесняюсь этого потому что у меня вообще-то есть уже одна целиком проданная книжка там хорош хорошим тиражом но этот синдром самозванца никуда не девается я в прошлом была журналистом и мне всегда было очень любопытно писать и всегда была любопытна вот этот вот мистическая сторона такая романтическая звездная какая-то отлетевшая что-то духовное что есть что то больше и вот мне всегда так нравилось раздумывать там смотреть на какую-то звезду и думать о том что вот она имеет на меня какое-то влияние мы как-то связаны между собой вот все вот этот в космическом этом бульоне что-то какая-то имеется все-таки между нами связь что мы приходим на эту землю не просто не знаю там заваривать быстро растворимую лапшу долго стоять в очередях в поликлинику и там бесконечно выплачивать ипотеку а что есть все-таки у этого у этой жизни какой-то больший смысл вот мне всегда было так любопытно докопаться до того зачем же я здесь если какая-то у всего этого связь частичка ли я чего-то общего или я просто тут так следы на песке оставляю вот и лет восемь наверное моя мама затащила меня к физическому астрологу потому что моя мама была адептом и есть адепт трансцендентальной медитации господи я еле выговариваю это очень сложно но очень классная штука ее страшно любит режиссер дэвид линч да 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 нам как раз рассказывали коллеги буддисты что это вот такая загадочная штука которая в европе прямо разрослась целое движение для прокачки креатива для одухотворения внутреннего ну то есть для чего только не используют ее да да она правда действительно очень мощная трансформационная такая штука она во первых она тебя обманивает это инструмент который просто может как бы прийти разгрести мысли в твоей голове и сделать тебя чуть-чуть более спокойным человеком чуть более осознанным чуть более остающимся в контакте с самим собой но там моменты и они там летали значит какие-то точки где приходить происходили какие-то военные конфликты и вот значит медитировали в этих точках чтобы у них была какая-то статистика которая сообщала о том что вот когда туда прилетает группа медитирующих там немножко утихомиривается конфликт и вот моя мама на волне вот этого всего безумия которое в 90 и творилось значит она меня вот тоже затащил к астрологу и астролог тогда мне что-то подраскидал и все поменял очень сильно увлекло и в том числе я запомнила что я однажды стану каким-то но чуть ли не духовным учителем и одновременно у меня такой большой дар писательский у и отлично то есть это почти самосбывающееся пророчество да ты взяла его на вооружение и дальше пронесла через образование творческий путь вот так все и произошло ну как жизнь там свои коррективы вносила но в целом в общем да то есть я потом еще много-много раз возвращалась своей натальной карте и думаю блин все же было так просто на то просто не чаще заглядывать моменты когда казалось что я совершенно потеряна в этом лабиринте жизненном что вот дальше только но ножки спустить в эту бездну и катиться туда но нет оказывается ответы были в натальной карте всегда на был их просто мудро использовать вот так я оказалась отлично получается такая вот действительно карта мародеров когда ты обходишь вот эти вот ошибки профессиональные в плане выбора профессии какого-нибудь абсолютно бессмысленного образования которые родители допустим снабдили и дальше идешь уже по своему пути я прям тоже подумала что хочется проверить но будете эксплуатировать уже в куларных таких разговорах наши трансляции на ютюбе обязательно попрошу заглянуть и за горизонт моего прошлого будущего оль а скажи пожалуйста получается ты себя позиционируешь как писатель или все-таки как астролог или это удивительный микс микс который в тебе вот растет как некая такая творческая общая интенция как общее такое поле что ли духовного поиска где одно от другого делить нельзя ну на самом деле да это такой симбиоз очень удачный в моем случае но так как я сейчас действительно мечтаю написать какую-то большую серьезную прозу которая не будет связана с астрологией никаким образом мне приходится сама себя уговаривать и знаешь просто позиционировать то есть просто как аффирмация когда меня просят представиться так как я сейчас живу в другой стране мне здесь часто просят представиться я вот время говорю я оля я писатель и это было так сложно сказать первый раз то есть мне гораздо проще говорить там журналист или звездочет или там оля рыбак и поэт я не знаю я поняла что на себя нужно вот просто натягивать то есть кем ты хочешь стать и это вот работает поэтому сейчас я представляюсь как писатель и уже потом звездочет то есть как писатель которого такая дополнительная получается опция дополнительное измерение это как раз немножечко соприкосновение с небесными сферами очень интересно потому что мне кажется что наши слушатели представляют астролога чуть иначе то есть обычно это какой-то вот мемный образ из битвы экстрасенсов я вот сейчас смотрю на себя в эфире своим темном платье думаю я больше похоже знаешь на звездочета чем ты а ты как раз вот тот человек которым ты представляешься писатель такой творче творческий как сказать творческий гений который идет к своей новой книге к новой работе а расскажи пожалуйста тогда как выглядит сейчас твоя трудовая деятельность то есть ты прям вот в свободном таком писательском творческом полете в духе хомингуэя или у тебя и совмещается как раз вот этот вот полет мысли с тем что ты занимаешься подготовкой например прогнозов там или натальных карт я сейчас буду прям до то что у тебя узнавать какие они вообще бывают да все правильно слушай ну на самом деле сейчас я как раз больше занимаюсь все таки астрологией потому что астрология уже поставлена на рельсы и есть уже какие-то обязательства условно сегодня 10 апреля а я все еще не выпустила годовые прогнозы которые 400 там с лишним тысяч человек просто сидят и ждут и говорят ну когда ну то есть меня там действительно был там такой тяжелый период и я не успевала это сделать но сейчас я просто уже закрываю эти дыры поэтому мой день сейчас трудовой выглядит как то что я просто сажусь и сижу за компьютером с утра и до ночи потом ложусь спать я вот все это время изучаю натальные карты потому что знаешь типа еще подготовить прогнозы по знакам зодиака это вообще смахивает на какой-то шарлатанство потому что какие-то астрологи из там плохих журналов которые на обороте да такие которые печатались там в 90-е в самом конце где-то последней страничке вот я все ну а так как я не делаю сейчас не зарабатываю уже очень давно составлением натальных карт или личных гороскопов и там крайне редко только друзьям что-то посматриваю там предупреждаю их о чем-то то соответственно ну мне нужно хоть как-то отдать людям что-то какие-то ориентиры и вот мне приходится собирать просто по крупинкам эту информацию из супер разных источников я просто смотрю как там если у тебя солнце вовне как на тебя повлияет марс в мае что еще нужно учесть чтобы это сделать максимально полно поэтому сейчас я похожа на то есть вот ты говоришь что астролог должен выглядеть как такой отлетевший какой-то человек в тюрбане там все остальное именно именно то есть должен быть полный комплекс признаков чтобы ты сразу понимал что там есть соприкосновение с неземным да это не так то что строго довольно скучные люди как-то раз кто-то просила обо мне снять один день из жизни астролога и я сказал что это будет самый грустный нудный фильм с которого все будут уходить даже если это будет пятиминутная короткометражка потому что астролог просто сидит скрючившись над своим ноутбуком вздыхает иногда там подливает себе чай или вина и вот и все и как бы ничего интересного не происходит никакие астролябии ты не бегаешь к телескопу не происходит ничего вот такого магического чем обычно это ассоциируется вот это меня кстати интересует потому что я когда пыталась готовясь к эфиру разобраться во всех тонкостях в итоге у меня ничего не вышло потому что я вбивала там натальные карты так далее мне исправляла на нахальные карты я начинала смеяться из-за этого опять же весь мой интеллектуальный запал переходил в какие-то юмореские и я потом даже матери своей писала с вот этим классическим мам привет помнишь что ты не child free я твоя дочь расскажи во сколько же я родилась вот я готовилась готовилась и все равно наверное для себя даже какие-то базовые понятия не до конца установила чтобы вот какую-то внутреннюю логику воспроизвести можно я тебя так немножечко помучу в духе по понятиям и ты нам постараешься очень кратко лаконично прояснить что значит вот такие самые наверное знаменитые цитируемые какие-то слова построения из астрологии давай попробуем я даже спрашиваю иногда слушатели они тоже пытались поломать голову но мы вместе закопались наверное во всех этих тонкостях но первое это наверное ретроградный меркурий у тебя такой ник да так ты как сказать сразу цепляешь мне кажется всех тех кто вот массовую культуру шерстил шерстил и хотел вот найти что-то какой-то ключик и это наверное ну вот первая зацепочка что вообще такое ретроградный меркурий ретроградных планет и они какие-то супер дни позитивные бывают какие-то альтернативы вот можно мне прям коротко емко и четко да для наглядности сразу пожалуйста представь те все себе значит стадион по которому бежит бегун какой-нибудь of the ball или кого угодно представьте вот и когда он бежит по ближней вот этой дуге да то есть ближе к вам подорожки-то он как бы бежит вперед и вас ничего не смущает потом он как бы разворачивается и когда он бежит по дальние вот этой дуге а есть ощущение что он бежит как будто бы обратно на деле он как бежал вперед так он и бежит вперед и вот это Это называется ретроградностью, когда нам с Земли кажется, что какая-то планета по вот этой дуге пошла обратно. Она, конечно, никуда обратно не пошла, это только ощущения наши такие. Ну, астрология вся на вот этих ощущениях и построена, и все астрологи полагают, и люди, которые верят в астрологию, они полагают, что в те моменты, когда планета становится ретроградной, а ретроградными становятся практически все планеты, кроме Солнца и Луны, да, Луна в астрологии тоже считается планетой, сейчас астрономы просто вышли из чата, вот, и да, смотря за какие сферы жизни отвечает эта планета, те сферы жизни начинают подтупливать, там что-то начинает застревать, что-то ломается, что-то не идти, и дальше-то он снова разворачивается, бежит уже вперед по этой ближней дуге, и все происходит опять как и было, как и надо. Вот, и сейчас, как раз, ретроградный Меркурий пятится вот этой вот попой не в ту сторону, и все застревает, что связано со сферами его влияния, то есть с коммуникациями, с техникой может сбоить какая-то, башка ничего не варит, такое ощущение, что жвачка в голове у тебя, а то, что там несет твой собеседник, там вообще ничего не понятно, как будто бы он там на языке какого-нибудь острого, островном, он на речи и разговаривает, а ты перед ним стоишь и пытаешься понять, что он вообще имел в виду. Что еще там, всякие начинания тоже тормозят очень сильно, аварийный тоже период, травматичный, потому что из-за того, что голова не варится, все становятся очень невнимательными, и, ну, там аварии какие-то происходят, документация, опоздание, в общем... Ну, просто буллщит бинга, мне кажется, это комба такого, знаешь, стандартного дня рабочего в Москве, когда ты там встаешь из-за вот этой капиталистической сирены, которая тебя зовет зарабатывать деньги и признание, и вот все идет не так. Ага, поняла, значит, ретроградный вариант движения — это когда у тебя сбоит вот эта вот другая траектория. А почему тогда Меркурий самый такой знаменитый и цитируемый, почему вот на него переносится вся наша боль, каждый раз упоминают именно ретроградный Меркурий? Ну, по крайней мере, так кажется, может быть, это тоже какое-то когнитивное искажение. — Нет, действительно, ретроградный Меркурий как-то больше всех стал популярным, но у меня своя теория, он просто чаще других становится ретроградным, он там в целом бывает раза три, наверное, четыре бывает такое, что за год ретроградный он, вот, и просто постоянное ощущение, что действительно он, вот мы вроде бы только выплыли, да, из этой ретроградности, а вот мы уже опять в ней, да когда же какой-то вообще был гэп между этим или нет, ну, то есть время слишком быстро между его ретроградностями летит, и он слишком за много пакостей мелких отвечает, которые просто, ну, невозможно не заметить. Вот у меня просто всякий чертов раз выпадает на ретроградность Меркурия какая-нибудь канитель с документами. И вот в этот раз опять, я просто, когда я увидела, что мы подаёмся на, ну, с нашими документами 2 апреля, я подумала, ну, это какое-то бинго. — Сразу, да, весь такой сценарий нарисовался в голове с чёрными пятнами. — Просто, и так всё равно и есть, то есть у меня прям по методичке всё застревает как надо. — Мне кажется, документы, да, это такая сфера, которая не проходит вообще в принципе гладко. Хорошо, из новиночек я тоже читала много про коридор затмений. Смотрела, что СМИ пишут, что вот весной будет коридор затмений, там, весенний, там, с марта по апрель, потом осенью опять, и сразу такая ремарка, что, мол, мы не увидим это астрономическое явление в Россиюшке, смотрите куда-нибудь туда, там, на YouTube-канале NASA или где-то ещё, но ощущайте это в душе, ощущайте это в некой, ну, внутренней подготовке. Что такое коридор затмений этот? — Ну, коридор затмений — это, на самом деле, когда мы находимся между двумя затмениями, потому что сначала происходит, там, к примеру, лунное, потом солнечное, или, там, сначала солнечное, потом лунное, разница, там, в две недели. То есть вот сейчас было с 25 марта по 8 апреля, получается, а осеннее будет с 18 сентября по 2 октября. Ну, затмения, там, ещё с самых-самых древних времён, когда астрология наверняка только зарождалась, и вообще кроме неё ориентироваться было не на что, потому что больше ничего не было, кроме звёзд, вот, то люди считали, что это, ну, просто что-то невероятное происходит на небе. Вот мы недалеко от этого отодвинулись, действительно, астрологи до сих пор размышляют о затмениях как о чём-то фатальном. То есть вот коридор затмения, это от затмения до затмения, вот этот коридор, когда мы по нему идём, все события наделяются какой-то особенной судьбоносностью, что ли, да, фатальностью. От них, от всех вот веет каким-то таким, чем-то тяжёлым. То есть это не просто ты едешь на велосипеде по утренней Москве, и у тебя ветер в волосах, и ты вот ощущаешь прекрасную магию утра, а ты, ну, просто еле-еле ввязнешь этими педалями в этой апрельской слякоть, и вот такое какое-то, может быть, ощущение. Но при всём при этом коридор затмений, это очень, в этом году, это просто суперклассное время, на самом-то деле, для того, чтобы присмотреться гораздо глубже внутрь себя и себя понять, потому что тут ещё и накладывается ретроградный Меркурий. Только хотела сказать, тут получается такая матрёшка, да, из астрологических явлений. То есть я сегодня слушала какого-то очень смешного астролога французского, и он просто орал, что, типа, люди не понимают, что мы заходим в новую эпоху. Сейчас не цикл, а это эпоха. Ну, там, мы действительно заходим на ближайшие 18-19 лет, всё, как бы, намерения, да, закладываются сейчас. И вот сейчас всё формируется, и он просто реально очень так эмоционально говорил о том, что, пожалуйста, остановитесь, копните внутрь себя, присмотритесь к тому, что происходит, притормозите, не суетитесь, поразмышляйте о том, кто вы, что вы, из чего вы стоите, вот без этих каких-то привычных паттернов, типа, на вопрос «кто я?», мы как отвечаем? «Я писатель», да? Да-да-да, через профессиональную. Мне кажется, вот, знаешь, пока я слушаю тебя, у меня складывается впечатление, ну, то есть оно такое, получается, чуть продолжающее мою такую первую мысль и представление об астрологическом знании как знании немножечко другого толка, поля и вида, и вот здесь у меня появляется такой интроспективный вектор, как будто астрология тебе говорит, ну, просто посмотри на себя, остановись. Ну, то есть вот как-то останавливался, когда смотрел на звёзды, просто переводя взгляд со своей мещанской повседневности, да, сколько ты там выпил, что купил, и что ж там такого у соседа за забором, а тут ты переносишь вот какой-то взгляд на вечность, и вечность глядит на тебя, ты на неё, и вот подмигивая ей, ты в итоге понимаешь, кто ты такой, ну, то есть это пауза, что ли? Ну, очень близко к такому, знаешь, философскому, что ли, размышлению почти. Ну, мне очень нравится твоя интерпретация, я про это не забыла, но сейчас прям залипла, на какое-то время я решила за эту мысль пойти, но потом, как куча-то медитации, бросила её. Нет, мы будем идти за Меркурием, как я поняла. Хорошо, смотри, тут нам пока пишут, прервусь от вот этих понятийных разборов, нам пишут наши прекрасные слушатели. Добрый вечер, к астрологии отношусь никак, но вашему гостю, а я автору канала «Ретроградный Меркурий», сейчас дифирамбы пойдут, отношусь с большим уважением. Гороскопы блога как порция здравого смысла. Держись, не обижай, всё будет хорошо. Вот, мне кажется, ваша астрология здесь действительно отличается некой такой примирительной силой, примирительной друг с другом и с реальностью. Я вот даже вас читаю и такая думаю, ну, может, скорпионы не такие мерзкие, может, это я зря как бы затаила на бывшего обиду и экстраполировала её на всех, кто носит это гордое звание. Пишут про свои знаки зодиака. Вот у нас 1987 года рождения лев. Было популярно увлечение астрологией, точнее, у родителей. Были всякие зодиакальные книги, книги по хиромантии. И помню, что последняя дата в гороскопе была 1999. Вот, мне кажется, да, это как будто обрывалось, да, вот эта реальность, и время заканчивалось. Но сейчас астрологи смотрят в будущее чуть более оптимистично, правильно? Или гороскоп тоже где-то заканчивается на каком-то там эпохальном событии? Ты знаешь, поразительно, но теперь, так как существуют вот эти вот онлайн-программы, ты можешь построить хоть на 2025 год, 8 апреля, посмотреть, как всё будет развиваться. Потому что, в целом, даже если землю расфигачит какой-нибудь огромный астероид, эти программы где-то будут существовать, и кто-то сможет всё равно это построить. Будут считать, да, да. Если бы я жил в Новых Черёвышках, в словом. Ну, не знаю, насколько это более оптимистично. Ну, надолго можно, да. Ну, оптимистично мне нравится. Даже если меня не будет, планет не будет, всё равно кто-то посчитает, как будет жить в эту прекрасную эру нам хорошо. Ольга пишет, что ваши очки супер, и что вы немного стеснительны, а это добавляет интриги и таинственности. Вот я сейчас тоже начинаю вглядываться, знаете, как вот какой-то такой гороскоп на обороте журнальном. Я такая думаю, да, может быть, есть вот этот флёр загадочности, заигрыша. В общем, вы выбрали отличный образ. Так, что нам ещё интересного пишут? Пишут, я не сильно увлекаюсь, но я весы. Самые ужасные женщины-скорпионы. Ну, мужчины нормальные. Это мнение от Нади, а мнение от Оли. Оль, скажи, пожалуйста, вообще вера именно в знаке зодиака и такая стереотипизация обобщения по знаку зодиака, это что-то, что уже не актуально для астрологии, или это может быть какой-то точкой входа. Ну, потому что в основном мы привыкли не через натальные карты заходить, которые, я так понимаю, очень индивидуализированные, да, построения, а вот через какие-то большие штуки. Мол, я близнецы, я немножечко шальная, поэтому ищи свищи меня где хочешь. Расскажи нам, пожалуйста, ориентироваться на это вообще или нет. Да, на это можно ориентироваться, потому что на самом деле это то, где стоит ваше солнце. То есть вот вы из мамы, когда вылезли на эту планету, на небе каким-то образом располагались планеты, и солнце было в созвездии, которое принято называть вашим знаком зодиака, да, и от того, в каком знаке зодиака находилось солнце, ну, это очень сильно влияет на личность, и всегда спорщики со мной, кто хочет меня ударить по носу, что я занимаюсь чепухой, они говорят, ну, не бывает два одинаковых овна, но это тоже очень легко объяснить, ведь мы же тоже не состоим только из солнца в овне, у нас еще может быть луна в скорпионе, Марс. Ах и мат, как красиво, мне нравится. Так, Оль, погоди, сейчас прерываемся немножечко. Так, у нас в 30, во сколько мы выходим? Сейчас скажу. 37. Оль, тебе все пишут комплименты просто невероятнейшие, если что, я прям получаю сюда в наши мессенджеры как раз такие порции, я даже не знаю, куртуазности, личного опыта, вот какая-то такая жуткая, но абсолютно потрясающая смесь, и все это тебе адресовано, адресовано, и, видимо, является такой наградой за все твои труды и работы, очень круто, очень интересно. Так, то есть сейчас мы продолжим, еще завершим в эфире про знаки зодиака, а, кстати, а ты кто по знаку зодиака? Овен, а ты? А вот ты, ты Овен, я близнецы, а ты? Можь близнецы. Там, вот мы близнецы, в общем, вся студия серебряного дождя, майская, майская. Оль, можешь быстрый такой экспресс-портрет нам набросать? Близнецы, очень сложно находиться в концентрации на одном каком-то, на одном предмете, или в чем-то одном, то есть нужно и тут, и там, и здесь подружить, и бывает, что не хватает вот этой усидчивости, то сейчас вот очень часто используют термин СДВГ. А это просто близнецы, да, называлось? Типа супер-супер невозможно где-то сконцентрироваться, не стоит застревать долго на одном месте, на одной профессии, или в одной стране, то есть нужно постоянно что-то изучать новое, в противном случае просто будет очень некомфортно жить, и нужно вот прям постоянно себе разрешать новое-новое, а когда как будто бы не хочется, то нужно просто встать и пойти сделать, и тогда вас понесет дальше вот этим потоком. Вот такой портрет. Мы сейчас смотрим друг на друга, отчасти, да, отчасти. Это ты просто не разрешаешь себе, вот мы сейчас просто встанем, покинем эту студию и уйдем, наконец, в московскую ночь. Ну просто смотри, как бы, а если бы там не моя усидчивость, да, грубо говоря, ну как бы, у меня не было там, не дали, я бы не окончил бы и студ, я бы, не знаю, там, не работал здесь, там уже 15 лет. Конечно, нет, это что-то другое не исключает, потому что у вас вполне вероятно, что какая-то из личных планет, там, условно, луна, стоит в каком-нибудь усидчивом козероге, да, и козерог спорит бесконечно с вашей вот этой натурой, и он, то есть это, поэтому мы очень сложные, поэтому астрология такая наука, смешная. Все наука, которая... Вот, кстати, да, мы сейчас к этому перейдем, потому что, мне кажется, прямо в эфире будет очень интересно это обсудить. Я пока готовилась, естественно, перерыла весь массив того, что говорят об астрологии, то есть это какая-то, да, там, ну, такая первая линия дискурсивная, там, совсем какая-то базовая, и что-то подальше, поглубже, и столько там, конечно, прям активного хейта и, ну, настоящей борьбы со стороны ученых, со стороны Академии наук, которые вот прямо на баррикады готовы лезть как раз, чтобы показать, что астрология это не только бесполезное знание, но и очень опасное. А ты как считаешь, что здесь вот стоит вообще прикладывать такое количество усилий, как, например, там, прикладывают в борьбе с той же гомеопатией или астрологию, тоже нужно как-то дифференцировать и чётко говорить, вот поле её действия, например, здесь мы можем пользоваться прогнозами и некими выводами оттуда, а вот, не знаю, когда таблетки себе назначаем, туда мы, наверное, всё-таки не пойдём, пойдём в поликлинику около фикуса сидеть вместе с бабушками. Да-да, прикреплёнными к поликлинике, которые там уйти оттуда не могут, потому что они прикреплены к ней. Слушай, ну, я как раз за очень такое спокойное, что ли, отношение к астрологии, и я больше даже на стороне раны здесь стою, то есть я читала их выпады в сторону астрологов, и если уж не читать совсем какие-то агрессивные комментарии, да, там, отдельных людей, то в целом они очень правильно советуют, они советуют людям, ну, не обращаться к астрологам за деньги, они советуют людям не принимать решения, очень важные в своей жизни, на основе астрологии, потому что, ну, ку** ...от вопросов, а вот у меня на 26-й назначена операция, вы говорите, что это будет ретроград. Да, вот эту нагрузку на тебя закидывают кармическую, экзистенциальную. Ну, я думаю, что хорошо, там у меня есть адекватность, адекватность, и я тут же им говорю, делайте, как вам сказал ваш врач, и всё такое, но штука в том, что есть, ну, куча других людей, и я не знаю, как они на эти вопросы отвечают, и поэтому я тут готова, знаешь, встать в позицию рано и сказать, звездочёт, давайте-ка, сворачивайте свои карты Таро, и эти натальные карты, и идите, пожалуйста, что займитесь делом каким-нибудь, вот, ну, я их тоже боюсь местами, правда. Я представляю, да, потому что кажется, что если ты, конечно, передоверяешь вот так вот полностью, да, какой-то одной системе знаний, ещё и одному человеку, ну, тут кажется, что ты точно обречён на провал, кому бы ты не доверила, и вот тем более, если ты доверяешь это той системе знания, которая вот не так встраивается в картину мира. У меня даже коллега Саш Панчин, он прям активный борец против, и даже шуточки астрологические не считает смешными и забавными, то есть как будто бы её стоит вообще изжить из дискурса, выкинуть полностью, тогда не будет соблазна, мол, если мы будем её упоминать где-то в разговорах, значит, где-то у нас там шальная мысль на подкорочке будет держаться, что вдруг надо будет исключительно по лунным суткам ориентироваться не только в стрижке чёлки, но и, например, уже в вопросе подбора, там, не знаю, лекарства соответствующего. Ну, значит, будем тогда сейчас ещё раз описывать слушателям, чтобы они чуть-чуть подключали какие-то свои, да, внутренние структуры критического мышления и не выдавали все деньги на вот такой откуп звёздным лордам. Саша Панчин, я читала, он классно рассказывал, что типа акушер, который рядом с тобой стоит, с точки зрения науки, гораздо больше на тебя влияет, чем Марс. И я очень хорошо его понимаю и соглашусь скорее. Да-да-да. Да, ну то есть вот для него это прям такая личная, личная борьба в том числе. Ну, у меня тоже коллеги очень многие меня спрашивали, то есть я как бы занимаюсь популяризацией критического мышления, в том числе очень рациональным философским знанием, ну, таком корне рациональном, европейском. Мне говорят, ты будешь говорить об астрологии. Я говорю, мало того, я в университете год изучала эзотерическое знание, и мы подрабатывали как раз тем, что составляли натальные карты и продавали их одногруппникам. Вот это да. Представляешь, МГУ, философский факультет, у тебя занятия сначала по ритуальным ножам, а потом по натальным картам. Ой, что-то я не на тот факультет сходила у тебя, по-моему, я просто... Тебе просто не подсказала натальная карта, а меня, вот знаешь, когда не приступаешь там на журфак или на юрфак, ты такой, а чем бы мне заняться? В принципе, я могу и разложить кому-нибудь на тару. Так, возвращаемся. У нас сейчас будет два... Венера в мехах Мои мальчики и девочки, которые сейчас вот замерли где-то у приемников или у компьютера, где мы в 5D формате вещаем об астрологическом знании. С вами я, Венера в мехах, и Оля Осипова, писатель и автор блога «Ретроградный Меркурий». И мы как раз, знаете, ушли на этот легкий музыкальный перерыв на очень важном моменте, на идее, можно ли нам доверять именно гороскопам по знакам Зодиака, что это такое. Тут даже назрел вопрос у наших слушательниц, а почему знаки Зодиака считаются по Солнцу, а не по Луне? Ведь до момента, когда перешли на счет дней в году с привязкой к солнечному циклу, был лунарный цикл. То есть вот тут такая разница лунарного и солярного календаря. Я, если честно, ничего не могу ответить, я могу просто многозначительно похлопать глазами. Оля, может быть, ты внесешь здесь такую легкую, но очень лаконичную ясность? Ну это очень, на самом деле, вопрос, скорее где-то в философской плоскости. Тут скорее о том, относитесь вы к себе как к я проявленному в пространство, я личность, я это, и я вот там кто-то. Луна, это скорее ваше подсознание, то есть это скорее как вот вы внутренне себя ощущаете, и вот это вот все, и если вы считаете, вы можете читать, например, какие-нибудь общие прогнозы по Луне, и это может вполне совпадать с вашим внутренним состоянием, с вашими снами, с вашими какими-то творческими такими порывами, то есть с чем-то мягким и очень внутренним. Вот, это моя теория, я понятия не имею, почему считаю по Солнцу, так принято. Мне кажется, да, мы оставим вот этот вопрос вечности, зададим его апостолу Петру, но если хотите интерспективный вектор, значит, смотрите по Луне, это внутрь, а если вот что там в коммуникации, что в взаимодействии, то тогда будем по Солнышку, вот как мы и живём. В общем, минутка философии от нас получилась. Оля, у меня последний вопрос такого понятийного характера, и перейдём к тому, чтобы решить вообще астрологию и современная наука могут как-то жить в мире, и нужно ли бороться с астрологией, маркировать её как лженауку. Скажи финальное, календарь стрижек. Это важная вещь, потому что я вчера, нет, вру, несколько дней назад я покрасилась, а потом у тебя же обнаружила где-то в блоге, что окрашивание приведёт к ссоре. И я поняла, что да, я немножечко вот где-то даже повздорила со своим прекрасным мастером, потому что цвет был, цвет и свет был недостаточно бел мне и не мил мне, я была не настолько Шерон Стоун, как я хотела, хотя я выходила из красного. Скажи, пожалуйста, стоит нам вообще руководствоваться вот этой системой стрижек, календаря стрижек? Ну, если по серьёзному, то, конечно, здесь стоит только учитывать два фактора. Это то, что если ты на растущую луну стрижёшься, то у тебя быстрее отрастёт твоя копна волос. А если на убывающую, то у тебя подольше задержится твоя кора или там стрижка боб или всё что угодно. Это то, что можно кое-как присобачить к настоящей науке, к лунным циклам, которые каким-то образом влияют на людей, на водичку, не знаю, на все циклы, которые на Земле происходят. А календарь стрижек, который у меня в блоге, ты видишь, ну, это скорее такая несколько шуточная история. Я, конечно, беру инфу из разных источников по описанию лунных дней, лунных суток, вот. Уж прям сильно серьёзно я бы к этому старалась не относиться. Я всегда в дисклеймер такой в начале описания пишу, что в остальные дни вы вполне можете встречаться, просто мне они кажутся городскими. Вот и всё. Отличный совет. Я прям выдохнула, и, в принципе, моя прическа меня тоже резко стала устраивать. Буду, получается, скорее вот такие вот забавы в духе, если хочу, чтобы коса моя росла до пояса, то тогда буду смотреть на растущую. А если нет, значит, буду уже на убывающую. Оль, спасибо тебе огромное. Вот разложила всё по полочкам. Мы послушали такую астрологию для дилетантов и чайников, коими мы и являемся, а ты, конечно, как профессионал нас просветила. Давай теперь с тобой поговорим о том, что в современном мире, в том числе научном мире, до сих пор идёт дискуссия о том, какой статус выдать астрологии. И в прошлом году комиссия Рановская выпустила меморандум, где признала астрологию лженаукой. То есть там проверяли заявления астрологов, рассказывали, как они формируются, говорили о том, что все эти предсказания дают отрицательные результаты или нет никакой корреляции. И всё это выглядит, как просто случайное угадывание пальцем в небо. Но ещё была небольшая такая приписка о том, что академики рекомендуют россиянам не следовать астрологическим прогнозам при принятии жизненных таких очень важных и значимых решений, а самим астрологам найти другую работу. Мол, давайте там на завод или куда-то ещё. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к вот заявлению учёных к этой позиции и какой статус астрологии ты бы могла тогда сформулировать, выделить? Какое место? Слушай, ну я адепт вообще такого ироничного отношения к астрологии, да и вообще в целом к жизни. То есть я тут скорее стою на той стороне качели, где рано раскачивают это всё. То есть мне гораздо больше импонирует учёный подход. И очень часто мне своим подписчикам, которые слишком серьёзно относятся к тому, что я там советую, мне хочется выдать такую отрезвляющую пощёчину и сказать, что ж ты так, ну вот можно же на себя взять ответственность. То есть я, конечно, отношусь к астрологии как к лженауке. Я пыталась, когда писала книжку, найти какие-то статистические данные, доказательства, исследования. Там из найденного мне удалось найти, что были какие-то, значит, в Америке и в каком-то великобританском учебном заведении были, значит, данные, что в полнолунии совершается больше краж. Но так и не смогли понять корреляцию. То есть тут либо из-за того, что больше лунного света, и поэтому люди как бы просто больше видят, кого можно ограбить, да. Либо это действительно, полнолуние влияет на нас так, что мы становимся, ну, чуть менее адекватными, чуть более агрессивными. Такая братническая, да, сущность у нас проявляется. Вот весь фольклор, это маленькая подсказочка, что упыриная сущность, она где-то там глубоко есть. Здесь с тобой соглашусь. Давай для наших слушателей я воспроизведу несколько аргументов учёных и таких контраргументов астрологов. Точнее, аргумент астрологов и такой контр со стороны Академии наук. Ну, например, там идея того, что астрология очень древнее знание, опровергается мыслью о том, что раньше люди использовали это для счёта времени прогноза смены сезонов, и как раз это было значимо для охотников-собирателей, для земледельцев позже уже и для животноводства. А всё остальное, это, конечно, уже совершенный облажь, и дальше мы видим, как наука уходит в сторону астрономии, а астрология, получается, остаётся немножечко на обочине именно развития научного знания. Ну, такие же аргументы вроде, там, у астрологов есть сбывшиеся прогнозы, обламываются о копьё статистического анализа, что астрология – это что-то, что тоже институализировано, есть академия, есть какие-то профессиональные дипломы. Академия наук и эту карту бьёт, говорит о том, что это просто мимикрия, да, если кто-то говорит, что он там член-корреспондент, только Академия астрологических наук, надо сразу задать ему ещё несколько дополнительных вопросов. Как раз уж то, что ты говорила о самоиронии. Ну и, конечно, про вопрос безобидности астрологии. Я нашла такой пример, хотел тоже попросить у тебя маленький комментарий про медицинскую астрологию. Ведь астрология бывает разная, правильно? Это не какое-то монолитное знание, то есть она там и по происхождению делится, ведическая, какая-то западная, классическая. Вот ты уже упоминал, да, что мама тебя как раз подводила через вот незападную эту сторону, и в том числе по назначению, и вот одна из них медицинская. Скажи, ты вообще знакома с этой структурой знаний, она как сообразуется с тем подходом, в котором ты работаешь? Ну, медицинская, я, честно говоря, её не изучала, потому что мне она кажется скорее вредной. То есть мне астрология скорее нравится её использовать как некую философскую, да, систему знаний, как какой-то костыль, который, может быть, помогает тебе, если там не ходишь к психологу или хочешь, но хочешь дополнительных каких-то инструментов для самопознания, самокопания, рефлексий и поисков вариантов для жизни. То есть вот с этой точки зрения мне астрология интересна. Астрология предсказательная, да, которая говорит, что вот будет только так, а не как иначе, или харарная, да, астрология, или астрология медицинская, она мне скорее, ну, меньше импонирует. И, например, ну, там есть ещё мунданная астрология, это астрологи, которые предсказывают вообще прогнозы целым странам. Мне тоже это кажется довольно... Очень масштабно. А, прости? Масштабно, амбициозно, прям я слушаю такой запал. Потому что я даже не представляю, ну, сколько факторов нужно учесть. Ну, там, день рождения всей верхушки, властвующей, да, там, день рождения страны. А если там были какие-то... Ну, короче, я очень плохо себе это представляю. Я даже туда не лезу. Я с восхищением на этих людей смотрю. Но иногда они несут такую чепуху, особенно если посмотреть, что они предсказывали, там, два года назад. И ты смотришь на это и думаешь, о-о-о, нет, ладно, я лучше здесь в своей песочнице буду копаться и смотреть, можно ли Наташке в четверг после полудня сказать Игорю, что она с ним больше встречаться не будет. Ну, типа, вот это у меня как-то... Согласна, да. Будем работать с повседневностью, макроуровень. А там вот, если потом кто-то из властимеющих пострижет челку, по твоему прогнозу, и будет доволен, может быть, действительно, вся жизненная история пойдет и чуть иначе. Оль, смотри, тебе пишут еще комплименты и говорят о том, какие знаки бывают, какие знаки особо гадкие, а какие, наоборот, роскошные. Вот Алексей Измытич пишет, что он рак, и знакомая говорит, рак – это самый ужасный знак. Сразу тут такая волна шейминга отправляется в сторону раков, то есть раки-скорпионы, какие-то, знаешь, хитиновые товарищи, они почему-то в обществе маркируются как вот, ну, самые опасные, что ли. Это, кстати, правда или нет? Да нет, конечно, это чушь собачь. Скорпионы бывают такие пупсики вообще, которыми не бывают условные там рыбы или кого вы там любите, дев. Не знаю, девы бывают дотошные, отвратительные критиканы, и, знаешь, такие гномы, которые ворчат бесконечно. А бывают девы, ну, невероятно приятные люди, которые отдадут последние свои рубашки и пачку макарон тебе свою последнюю сварят, достаточно, короче. В общем, я взяла себе на вооружение такой первый совет не отметать человека только по зодиакальной принадлежности, то есть, может быть, дам какой-то второй шанс скорпиону. Оль, давай теперь поговорим о том, для чего астрология может быть полезна, вот как раз в том подходе, к которому ты работаешь, в таком очень глубоком, интроспективном, я бы сказала, даже терапевтическом. Скажи, как ты думаешь, какой вот эффект у астрологии, как, не знаю, экзистенциального костыля, вот так ты его называешь, или как некой такой фразы от мамы, похлопывание по плечу, или там, не знаю, из зрительного зала выкрика, мол, давай ты сможешь, мы в тебя верим. Вот какой, ты думаешь, такой самый главный эффект, может быть, от таких прогнозов, которые, например, ты составляешь, там, связанные с личной историей, с натальной картой? Да, слушай, вот мне кажется, что самый главный эффект здесь, к астрологам люди обращаются только в периоды, когда им достаточно грустно, что-то у них происходит, и они бегут уточнить, есть ли этому вообще конец, и очень важно, чтобы астролог пошебуршил, да, там, в звездах, посмотрел в своих натальных картах, астролябиях и прочем, на самом деле, просто в компьютере, и сказал, чувак, все будет хорошо, подожди, пережди, это не ты виноват, это просто планеты, сейчас они угомонятся, и все будет полегче, совершенно точно, однажды ретроградный Меркурий закончится, наступит лето, и будешь шлепать счастливый и довольный, то есть это как... Ой, погоди, вот прерву тебя на этом, знаешь, почти пророческом, наступит лето, и ты счастливый, босой, довольный и под летним дождем. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, и у нас будет такая финальная, самая, наверное, сладкая, вкусная часть, стараемся поговорить, почему же она так популярна, и еще вскрыть внутренние причины наших вопрошаний небу. Прерываемся, мальчики и девочки, буквально на несколько минуточек. Валя, тебя уже забрасывают такими вопросами в духе, я весы с восходящей рыбой и луной в стрельце, когда мне это расшифровали, попали в самое сердечко, это что-то положительное получается, это какой-то... Это супер, и я еще могу набросить сверху, что у весов в этом году очень важная кармическая задача, которая сейчас начнет раскручиваться, это выйти с заднего плана, со второстепенной роли на переднюю. Потому что если этого сейчас не сделать, то в конце года вы будете себя чувствовать выжатым, вот как бывает, как будто просто типа очень устал. Вот если не возьмете на себя первые роли, если не станете лидером, если не выберетесь в стене, то вас ждет довольно грустный конец года, склизкий ноябрь и безрадостное все. А если сделать это, то будет просто супер. Там такие могут быть невероятные. Через три ступеньки можно перешагнуть, если вот просто сделать над собой усилие и выбраться. Просто стремяночка в небо. Ты, конечно, описываешь это сначала немножко пугающе в духе двух стульев, как будто и нет никакого выбора, только поставить один на другой, а потом вот вроде, знаешь, и сразу бах, и такая искра доверия, радости и возможностей. Вот это как раз то, что нам нужно. Мне кажется, за этим все-таки и приходят к прогнозам, хотят, чтобы сначала тебя обрисовали, что будет, если ты не возьмешь на себя там храбрость, смелость, что-то изменить или нащупать стойкость внутреннюю. И что будет, если ты проявишь какие-то свои лучшие качества. Я тебе говорю, у тебя эффект, знаешь, мамы, которая сидит на утреннике и аплодирует, и как будто бы, знаешь, на ладошках доносит до этого. Подкакивает. Получится, все получится. Да, 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 еще фотографирует при этом и говорит так, и завтра мы пострижем тебя, потому что вот как-то уже обросла, а время как раз подходящее. Оль, тебе тут пишут, можно ли составить натальную карту, не зная своего часа рождения? Какой-то прям практический вопрос. Астрология, которые умеют делать ректификацию. Это восстановление этого, господи, часа вашего рождения вплоть до минуты по ключевым событиям из вашей жизни. Ну там, не знаю, женитьбы, разводы, рождение детей, школу поступил в универно, философский факультет и так далее. Так что вот, можно прям прийти со всем этим багажом своего опыта, рассказать все астрологу, и он вам обязательно сделает ректификацию. И будете знать, когда вы родились, и сможете составлять натальные карты в любых онлайн-процессорах бесплатно. Это вот всем тем халатным, беспечным родителям, которые не документировали это вот этой фотографией хрестоматийной, где ты лежишь завернутый, у тебя такое время рождения, чтобы потом твоя там будущая пассия смогла определить, какой ты человечек. Оль, пишут еще, где найти хорошего астролога? То есть вот ты уже описала круг возможных звездочетов, которые направляют нас не туда, в том числе и в вопросах там крайне амбициозных, история нации, медицины и остальное. А как тогда найти для себя специалиста, если есть вот этот внутренний запрос, какой-то такой терапевтический, что ли, как мы его формулируем сейчас? Это суперсложно. Мне кажется, что нужно вот просто подписываться подряд на всех астрологов и хотя бы неделю их читать, чтобы понимать, вы как-то на одной волне, или не на одной волне, и не пытается ли он шарлатанистыми способами, типа запугиваниями, условно. В мае ты точно там разобьешь себе коленку, потому что тогда ты точно ее разобьешь. Короче, если он что-то пытается еще предсказывать, то точно плохой. А как вычислить хорошего, то только интуиция, честно говоря. Ну, можно, конечно, опираться на какие-нибудь корочки, но это тоже такой, типа, абсурд. Потому что сейчас столько школ от этих астрологов, и черт его знает, как он учился. Может, он просто деньги заплатил, получил корочку. Сложный вопрос, сложный. Просто надо искать. Просто смотрите, да. Если у вас есть такой запал, то тогда изучайте, и, может быть, кто-то вам по духу будет ближе, и вы поймете, что это не какое-то вредительство, а то, что вас направляет. Мальчики и девочки уже почти в процессе перехода к такому сладкому, дремному состоянию. Но у меня эффект я не договорила, потому что в гостях у меня Оля Осипова, писатель и автор блога «Эротроградный Меркурий». И я ее сейчас вот пытала вопросами о том, чем же может помочь астрология. И мы пришли к выводу, что астрология – это действительно та система очень терапевтичная, которая тебя может поддержать в момент, когда тебе неоткуда брать этот самый знак. А вот здесь у тебя есть какая-то фраза, которая горящей строкой зовет тебя действовать, что-то менять, не задерживаться, а обретать себе самые лучшие качества. Оль, а скажи, а как ты оцениваешь сейчас тогда место астрологии, как части, например, не знаю, массовой культуры, системы знания. Давай вот просто расставим все точки над «и», потому что, мне кажется, наши слушатели с одной стороны такие скептически посидели, поворчали, пофыркали, и такие, ну да, точно, она же еще сама не признает, что она будет выдавать нам предсказания на три эпохи вперед. А потом вроде мы, наоборот, перевели их в режим «вау-вау-вау», как круто, и, может быть, стоит довериться и поискать в себе огонь, овна или там какой-то такой шальной внутренний стержень близнецов. Скажи, вот как бы ты для себя определила, получается, место в современной культуре астрологии? Оно огромное просто, причем чем западнее, даже ты в самом начале передачи называла статистику, что каждый третий, да, каждый пятый там что-то верит, и вот ты говорила, что последний бум астрологический был в 60-х, но я помню бум в 90-х, а потом я помню, ко мне за интервью каждый год по нескольку раз, я не шучу, обращаются в связи с тем, что объявили новый бум астрологии. То есть она была, есть и будет интересовать, люди всегда будут желать знать, что будет, людям всегда будет интереснее представлять, что они имеют какое-то отношение к Юпитеру, и вообще, что кто-то несет ответственность за их провалы на Земле, то есть это было, есть и будет, и мне кажется, такой антагонизм между Академией Ирана и астрологами, он неизбежен, но при этом мир, он же как бы дуален, то есть он состоит из ини, янь, да, там горячая, холодная, огонь, вода, я не знаю, ну и вообще все. И мне кажется, что если нам дать просто друг другу существовать спокойно, да, не отлетать в какие-то уж прям крайности, да, только наука и всех просто этих переубивать эзотериков, или там, я вот только отлетела, и я вот вообще в тонких материях только нахожусь, и мне вот это все, весь мир этот бренен, ну то есть мне кажется, если это все симбиоз какой-то, кашу, да, из этого сварить какую-то, то в целом будет какой-то абсолютно идеальный мир, вот. Поэтому просто было бы классно, если бы все перестали друг другу мешать, жить, да, либо сходить с ума, так как им нравится. Да, и постить какие-то интересные шуточки, и какие-то мотивирующие цитаты, в общем все то, что может поддерживать на плаву твое ментальное состояние в это тяжелое время. Дамы и господа, давайте я вот как человек, который только что обрел какую-то более стойкую, что ли, жизненную позицию по поводу астрологического знания, подведу некий наш общий итог. Мы с вами договорились, что существует это внутреннее противоречие, но это противоречие, оно дихотомия нашего сознания. Мы отрицаем, с одной стороны, астрологию, и тут я вижу, как все пишут, я вот не читал, но я рак. А как у вас дела, какое хобби, а что ждет меня завтра? И если мы это будем умножать на стресс, на неуверенность в будущем, то тогда астрология вполне может быть таким вот интересным терапевтичным решением, если очень четко понимать границы этого знания и границы применения этого знания. Поэтому мы здесь салютуем Академии наук и говорим спасибо за то, что расставляет красные флаги и предостерегает нас от каких-то таких необдуманных решений, но и с другой стороны мы говорим спасибо таким людям, как Оля, которое, популяризируя астрологическое знание, делает его очень приятным, очень гуманистичным, что ли, потому что вот казалось, что за звездами не видно людей, а ты снова возвращаешь нас к себе, даешь вот эту маленькую передышечку, паузу, и будь то думай о том, когда тебе нужно челку подстричь, или думай о том, куда тебе идти, паковать там чемодан, искать нового партнера, или наоборот, как-то здесь заземлиться со старым. Дамы и господа, давайте вот я от себя выражу большое такое гранд мерси прекрасной Оли Осиповой, писателю и автора блога «Ретроградный Меркурий», просто повторила миллион раз, отсылаю вас в разные запрещенные сети, чтобы вы могли следить за ее творчеством и ждать ее новую книгу. От себя скажу, что перед вами тоже звезда вашего периода, Венера в мехах, я вас всех целую и говорю всем, верьте в себя, а не в гороскопы, ну или как-то кастомизируйте его индивидуально. Оль, и последняя такая короткая фраза, прогноз нашим слушателям, очень короткая, у тебя три секунды. Даже если приуныли, пожалуйста, не сдавайтесь дальше, гораздо интереснее, в мае уже попустят. Звучит как тост. Прощаемся, мальчики и девочки, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.